В Ярославле полным ходом идут приготовления к одному из крупнейших фестивалей в России, главной масленице страны. В этом году масштабные гуляния пройдут с 19 по 26 февраля. Каждый день будет насыщен яркими сюрпризами и конкурсами. Ну а все самое интересное в эфире покажет Первый Ярославский как главный информационный партнер фестиваля. Но сюрпризы и празднования уже начались. Сегодня на площади труда открылась межрегиональная ярмарка. Вот о ней в деталях поговорим с заместителем директора департамента агропромышленного комплекса Валентиной Шишиной. Она сегодня гость студии проектов «Тема». Валентина Валерьяновна, добрый вечер. Добрый вечер. Валентина Валерьяновна, ну вот, в общем-то, еще у нас несколько дней до старта масленичных гуляний. Почему так рано ярмарку-то вдруг мы открыли? Ну, вы знаете, это действительно не случайно. И мы понимаем, что один из главнейших праздников – это масленичная неделя для всех нас, русских людей. А в Ярославле это наиболее широко всегда празднуется. Мы понимаем, что одна из, и уже признанная главная ярмарка страны – это масленица, это в Ярославле. И съезжается огромное количество туристов, гостей. И самое главное, наверное, это не только гости, но и жители города Ярославля и Ярославской области. Поэтому по поручению главы региона, председателя правительства при поддержке мэрии города Ярославля и практически во всех сейчас муниципальных районах при поддержке глав было принято решение. Ну, ведь к масленице тоже надо готовиться, да? Да, поэтому мы понимаем, мы хотим, чтобы в воскресенье все продукты уже были закуплены. Наши хозяюшки блины уже, кто хотел приготовить, тот приготовил. Кто не успел, не волнуйтесь. Блины будут на советской, хватит на всех. И каждый может быть попробовать. Детишки и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки могут сделать свой главный блин. А может быть и первый блин на всей масленичной неделе. Поэтому старт действительно вы правы, это 19-го. Ну, а сегодня мы видели, какой огромный спрос, ажиотаж был именно на продукты ярославских товаропроизводителей. Кстати, знаете, перебью вас немножко про продукты, про одну из самых интересных деталей, на мой взгляд. Потому что социально значимые продукты, питание по доступным ценам на ярмарке представлены. Вот что это конкретно и примерно сколько стоит? То есть в чем плюсы, чтобы приехать на площадь труда и закупиться? Я хочу сказать, что и ярмарка, и на площади труда было так принято решение разделено. Потому что там сырьевые продукты продаются. Это и мясо, и колбасные изделия, и куры, и рыбы, и так далее. Но цены от процентов на 20 дешевле. Это и мясо, и молочная продукция. Сегодня и от творога. То есть если сегодня, как мы еще раз возвращаемся к Масленице, потому что все это у нас в преддверии этого праздника. И мы понимаем, что блины у нас разные, они с разными начинками. Поэтому и мясо, и творог, и сладкие изделия, все-все можно приобрести. Ну и сегодня показала все, кто был на нашей ярмарке на площади труда. Я хочу всех поздравить. Потому что я уверена, что те покупки, которые они сделали, им пригодятся не только на Масленичную неделю. Но я хочу заверить, потому что около 100 межрегиональных ярмарок будут проведены на территории Ярославской области в 2017 году. Все это можно будет посмотреть на сайте. Но я думаю, что первый Ярославский не откажется проинформировать население, когда, где и почем можно будет купить. Но мы все время говорим о справедливой цене. А справедливая цена, и не случайно на ярмарке первое преимущество, это продукция непосредственно от производителя. Поэтому она самая свежая. Вы не найдете, и за этим строго следят наши ветеринары. Это вопрос контроля качества продукции. Продукцию вы видите, если кто сегодня был на ярмарке, они видели, что там очень короткие сроки реализации. А это говорит о том, что нет консервантов. Продукция свежая. Вы видели, какое великолепное, прекрасное мясо представили наши товаропроизводители. То есть это и Борисоглебский, и прекрасная рыба приехала из Пашихонии. И мы сегодня, на самом деле, видим, насколько богатый Ярославский край. И весь ассортимент сыров представлен сегодня большой. Ну, какой великолепный свежий ароматный творог, сметана. Ну, и наши переработки колбасы, наши новые фермеры. Мы сегодня говорим, что мы сегодня именно видим новые брендовые товары. Новые продукции от наших фермеров. Но ведь я вот еще не успел добежать до ярмарки, но после эфира обязательно это сделал. Мы с вами вместе зайдем, и давайте вот еще расскажем для тех, кто тоже еще из наших телезрителей не успел туда добежать. Ведь я так понимаю, что все флаги в гости к нам практически, потому что множество других регионов к нам приехало на эту ярмарку. Конечно. Кого искать? Что нового там можно найти, вот такого уникального, чего не купим у нас? Ну, вы знаете, очень удобно, в принципе, расположено. Там целый ряд ярославских товаропроизводителей. Мы приехали и к Астроматусь. На ярмарке представлен весь спектр, как мы говорили, именно продуктовой продукции. Можно увидеть великолепный, вот мы хотели сказать, что сейчас мы говорим, опять говорим о масленице. Ну, какая масленица без традиционного меда, да? Поэтому наши медовики постарались. Огромнейший ассортимент. И я могу вас заверить, и однозначно мед весь проверенный. Поэтому покупайте. Здесь вопросы, связанные с контролем на этой и на всех ярмарках, обеспечены. Ну, и мы видим, какая продукция. Ну, мы с вами сейчас подойдем и увидим эту продукцию. Мы видим, что мясо, что курица, что рыба, вся продукция, очень много продукции охлажденки. А это говорит о том, что она не перемороженная, что эта продукция действительно свежая. И действительно, сегодня наши хозяйки, а они однозначно удивят всех своих тех, кто к ним придут в гости, и семьи. Ну, и на этой ярмарке однозначно было очень много и праздничных мероприятий. Пели наши фольклорные, были кулачные бои, и пели наши фольклорные ансамбли. Было очень весело детям. Поэтому мы приглашаем, в принципе, пока еще не началась масленица, на главной масленице, не только закупиться, но и приятно провести время. В общем, все не только вкусно, но еще и весело. С какого до какого часа работать будет ярмарка на площади труда? На площади труда она работает с 10 до 18.30, но, как практика показывает, до последнего покупателя. Потому что здесь обоюдный интерес и тех, кто продает. Вот, сегодня, по крайней мере, только мы уходили, огромное количество народу. Я думаю, сегодня они поработают подольше. Валентина Валерьяновна, ну вот вы так заговорили о том, что еще несколько межрегиональных ярмарок у нас пройдет в городе. Они тоже как-то будут каким-то праздником приурочены? Или это будет вот что-то такое спонтанное, интересное и такой приятный сюрприз? Вы знаете как, мы решили, что вот сейчас ведь практика покажет, и сегодня у нас действительно можно написать на страницу департамента, и мы посмотрим оценку. Сейчас проводятся и опросы, и так далее. Если жителям и города Ярославля, Рыбинска, Переславля и другим муниципальным районам это будет необходимо, то однозначно они будут на постоянных основе. Потому что мы видим, что тех площадок, которые есть, их недостаточно. Именно вот тот широкий ассортимент и те дополнительные площадки, когда наши фермеры, вот я не случайно говорю, если крупные товаропроизводители, мы их видим, да, и мы сегодня с вами как покупатели видим их и в торговых сетях, и в наших региональных сетях, и в небольших магазинах у дома, то именно фермерам, да, с небольшим объемом продукции, им очень тяжело выйти на рынок. Пока нет такого громадного объема, что предложить, и поэтому вопрос о пробовании своей продукции, ну, продукция великолепная. Действительно, оно сделано руками, нашими заботливыми фермерами, и сегодня дегустация, которые там проходили, мы их назвали народными дегустациями. Сегодня все, кто попробовал эту продукцию, дал очень высокую оценку. Вы так вкусно рассказываете, давайте быстрее с вами пойдем все, увидим все, попробуем, с чего и желаю нашим телезрителям. Спасибо вам большое. В студии проекта «В тема» мы говорили с заместителем директора департамента агропромышленного комплекса Валентиной Шишиной. Но я напомню, что Первый Ярославский – главный информационный партнер Большого фестиваля «Масленица» в регионе. И, кстати, 19 февраля на Советской площади мы организуем открытую студию. Свои поздравления каждый из вас сможет там озвучить. Студия развернется на Советской за час до старта самого фестиваля. Ну что ж, на этом у меня все. Оставайтесь вместе с Первым Ярославским. Редактор субтитров А.Семкин